Всем привет! Я Владислав Савченко и я self-made предприниматель родом из Запорожья. Свою предпринимательскую деятельность начинал с маленьких бизнесов по перепродаже. В 2014 году я основал крутой спортивный клуб Pitbull Boxing Gym. В 2015 году я основал PowerCode LLC. Это компания, которая занимается диджитал и IT-решениями для бизнеса. Сейчас у компании 4 офиса в Украине, а также множество представительств по всему миру. В таких странах, как Англия, Германия, Польша, Гонконг и Сингапур. И я посмотрел на непростые вещи, которые сейчас происходят в связи с карантином и началом кризиса. И решил показать предпринимателям пример, как можно быстро менять нишу и начинать бизнес с нуля до работающей бизнес-модели всего за 14 дней. И как развивались все события, следите на моем канале. Сегодня такой хороший день на подумать. Можно, в принципе, попробовать провести промежуточные итоги. Что у нас есть, чего у нас нет. Так, по документам мы с пожарниками и с Анпидемслужбой разобрались. Нам стоило это немного дороже, так как пришлось искать склад, который полностью удовлетворит все наши потребности к этим документам. Так как возникла дискуссия, в чем проблема. Расскажу, значит, получение пожарных разрешений, это около 10 дней. И, значит, с Анпидемслужба 45 дней или около того. Значит, у нас такого времени не было, очень долго, поэтому приходилось искать какие-то готовые решения. По поводу компании. Да, мы в первых своих видео решили эту проблему. Мы нашли готовую компанию за 8,5 тысяч гривен, которая уже была с номером НДС. То есть, специально созданная фирма под продажу. Компания, которая занимается продажей готовых решений юридических. Мы это купили. Значит, приехали, переоформили документы, заключили договор. Естественно, в этот же день не смогли быть поданы документы регистратору, так как частный регистратор заболел, на день отсрочилась. Потом оказалось, что у нас, значит, уже не в понедельник, а во вторник будут документы. И в общей сложности этот процесс занял, или займет, вернее, 11 дней. Это просто космос. Такое невозможно допускать, так как если мы готовы вести бизнес прямо сейчас, значит, нам должны обязательно дать возможность вести бизнес прямо сейчас. Так как у нас стоит задача сформировать рабочие места, взять людей на работу, так как сейчас большая безработица. И начать платить зарплату, начать оборот на нашей компании, заключать договора с поставщиками, оплачивать, принимать оплаты. Ну, в общем, все, что связано с бизнесом и с ритейлом, в частности, с интернет-ритейлом продуктов, как у нас. Счет у нас формируется 13-го числа уже, то есть открывается счет, и он доступен к управлению им, и мы имеем возможность туда загонять деньги и оплачивать продукты питания, которые мы закупаем у поставщиков. Этого мы тоже допустить не можем, поэтому мы начали искать готовое решение, и мы нашли у знакомых компанию спящую, которая есть с подходящими кведами, которая открыта, вдумайтесь, с 93-го года. Вот это стартап. Значит, мы попробуем ее применить. Вот такой вот легальный обход этих всех подводных камней. И применим такую готовую компанию. По идее, у нее даже работающий счет. Но это мы выясним в понедельник, и, в принципе, с понедельника мы сможем уже принимать оплаты и оплачивать поставщикам. Зачем нам нужно оплачивать поставщикам? Ну, естественно, мы no-name, но foodex24.com скоро будет очень глобальным стартапом. Поэтому для этого нам нужны деньги обязательно на счету, так как никто не хочет нам с отсрочкой платежа, либо по какой-то маленькой предоплате. Но уже мы получаем заявки в личные сообщения и на почту дальновидных, больших игроков, которые предлагают нам уже сотрудничество. Им очень интересен наш проект, и они хотят в нем поучаствовать. Так как тех, кого не будет в интернете, возможно, не будет в бизнесе. Сейчас мир активно меняется. Мы видим, как идет переосмысление ценностей. Выяснилось, что необязательно личные встречи, достаточно встречей в Zoom. Офис иметь необязательно. То есть то же самое может произойти и с фудритейлом. Достаточно большое количество магазинов, которые очень дороги в содержании. Там очень много персонала надо и большое количество торговой площади. В противовес нашему стартапу Foodex24 нам нужны только складские помещения и логистика наша, которая поможет людям не ходить в магазин, а потратить это время с пользой, например, на чтение книги, например, на просмотр фильма вместе со своими любимыми. Возможно, походы куда-то еще, когда закончится карантин. Рубрика недвижимость. Что у нас со складом? Со складом мы практически решили все проблемы. И в понедельник, я думаю, мы подпишем договор и посмотрим, как оно у нас пойдет. У нас будет все. У нас будет сухой склад, у нас будет склад для заморозки. Поэтому, точнее, даже для охлажденных продуктов, так как с продуктами для заморозки там есть определенные нюансы у нас. По самой логистике. Сейчас мы приходим к пониманию, что нам нужен логист внутри компании, который будет управлять самой логистикой и доставкой уже от склада конечным клиентам. Прокладывать маршруты и так далее. Так как мы столкнулись с тем, что у нас будут скоропортящиеся продукты и продукты, которые, в принципе, на них погодные условия, температурные условия не влияют. Поэтому тут есть определенные нюансы. Также мы столкнулись с вопросом доставки за 90 минут. Если заказов будет очень много, то мы сможем это сделать. А если их будет очень мало, то нам для лучшей логистики придется разделить схему на экспресс-доставку, которая будет вкладываться в 90 минут. Я думаю, что даже меньше. И остальная, вот появилась такая идея, собирать заказы утром, а потом после обеда их развозить. А после обеда принимать уже на следующий день. Ну, в общем, мы посмотрим, как у нас пойдет. Так как оценить спрос у нас не было возможности на аналитику. Напомню, у нас было всего два дня. Вот как-то так. Так что будет, в принципе, доступно два сервиса. Быстрый, который до 90 минут. И такой регулярный, который привезет вам после вашего рабочего дня или после обеда. Как вам будет удобно, как мы договоримся на эту доставку. Так как наша бизнес-модель строится у вас на глазах, могут быть такие нюансы, когда что-то где-то меняется. Ну, в общем, я думаю, что мы не отступим от своей бизнес-модели доставки за 90 минут. Но нам нужна помощь каждого из вас. Если вы будете активно заказывать, то проблемы с доставкой за 90 минут у нас не будет. Так как будет большая оборачиваемость. И мы сможем, в принципе, задействовать большое количество автомобилей. В Киеве мы можем задействовать и 200 автомобилей, и 300, и 400, и даже 500. У нас есть определенные договоренности с большими компаниями, которые предоставят запасной ресурс, которого нам может не хватить. Надеюсь, что нам будет не хватать. Это очень круто, очень оптимистично. Но есть еще нюанс такой. Значит, если будет очень большой спрос, мы сможем доставлять за 90 минут. Но может случиться такая вещь, что с нашего склада выбьют всю продукцию очень быстро. И этот вопрос мы уже начинаем исследовать и общаться с поставщиками. Насколько быстро они смогут закрывать наши потребности в продуктах питания у нас на складе. То есть доставлять и когда мы сможем их получить, расфасовать и доставить к вам. Также были у нас идеи повесить веб-камеру на складе. Думаю, неплохая идея, чтобы каждый мог убедиться в работоспособности нашей бизнес-модели. И больше того, сейчас карантин. И мы видим, как все магазины перешли там, где рассыпное что-то было. Там, где лежал хлеб просто в свободном доступе. Все стало более изолировано. Рассыпное уже расфасовано, чтобы никто не лазил туда руками, не чихал, не кашлял. И мы хотим сделать такой шаг и показать, что у нас люди работают полностью экологично там. То есть они используют перчатки, маски, костюмы специальные для того, чтобы не навредить продукции. Естественно, за этим можно будет следить онлайн. И я думаю, это классный шаг для того, чтобы быть ближе к клиенту. Чтобы у нас возникло доверие, мы должны познакомиться. Я думаю, в принципе, такой вариант познакомиться через веб-камеру всех устроит. Еще очень интересно, так как такой ускоренный режим у нас. Смотрите, там люди пишут, что они ожидают провал от нас. Ну, скажем так, наше мнение расходится. Мы ожидаем успех от нас, они ожидают от нас провал. Ну, в принципе, это их право, это их мнение, они могут делать, что хотят. Но один нюанс. Вся эта бизнес-модель, весь этот бизнес, который мы сейчас благополучно продвигаем вперед, он делается примерно за 3-4 месяца. Мы это делаем за 14 дней. Ну, как бы, в принципе, я думаю, это будет крутой показатель. Даже если мы немножечко промахнемся по времени, но я думаю, пока все идет по плану, пока все очень круто. Я даже рассчитываю, что мы сможем запустить MVP проекта немножечко раньше. Но посмотрим, видите, вылазит сколько всяких вещей. Также сейчас мы поднимаем вопросы по поводу фотографов. Мне уже начали в личку стучаться фотографы. Много людей вообще участвуют в этом всем. Такая обратная связь. Очень круто. Желают успеха, предлагают свою помощь. Очень много волонтеров, притом очень крутых. Вот прям крутых людей. У них и кейсы есть, у них есть и работа на данный момент. То есть они готовы просто помочь и дать свою экспертизу. И она разноплановая. От фотографий до бизнес-процессов. Прям это очень помогает нашему проекту. Так как, допустим, мы сталкиваемся с такой вещью, как у нас есть какая-то гипотеза или теория. И ее надо проверить, опровергнуть или брать ее и идти с ней дальше. Поэтому это самый быстрый способ взять экспертное мнение и воспользоваться этим для ускорения процесса. Очень круто. Мне нравится, что много людей хотят в этом поучаствовать. Запросов на членство в команде большое множество. Это радует. И, естественно, мы становимся все популярнее и популярнее. Это тоже не может не радовать. Никогда не стесняйтесь пробовать много раз. Обязательно какая-то из попыток будет удачная. Главное не останавливаться. Так что, ребята, как говорится, чтобы мы после карантина все поместились на улице, надо немножечко заняться спортом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok